Мы начинаем заседание диссертационного совета, повестка дня, рассмотрение заявления о решении Лебедева Дмитрия Владимировича, ученой степени, кандидата экономических наук. Сегодня у нас заседание согласно явочному листу. Присутствует 17 человек, из них 11 человек, докторов наук по рассматриваемым специальностям, 8 и 5. Есть предложение на основании явочного листа считать квору действительным. И начинаем заседание. Уважаемые мужчины диссертационного совета, диссертационным советом Д-906-11 на базе Крымского федерального университета имени Вернадского получено извещение им. науки России, письмо им. науки 29.11.2021 года, номер МН-3-9310, по поступлению заявления Заякина Андрея Викторовича, Ростовцева Андрея Африкановича, Бабийского, Ивана Филовича, Канадея Африкановичу, Ростовцева Андрея Викторовича и Пристан孝ечуского, Крабийским, Отровцевbuds. Рассмотрение заявления о решении в чене степени проводится в соответствии с порядком, установленном положении условий для решительной сертификатии диссертации, для ссоцентרя Stitcher첩 кандидата наук, для ссоцентряния Викторовича Африкановская наук, а также с учетом миссионных изменений. Есть предложение на основании явочного листа считается с crédительным. правом ночным, кто за данное предложение пришел голосовать. Кто против, кто задержался именно классно. Объявляется заседание по рассмотрению заявления о уменьшении Лебедева Дмитрия Владимировича ученых и кандидатов экономических наук, присужденное решением Диссертационного совета Д. 212-241-02 при Саратовском государственном социально-экономическом университете 9 июня 2011 года по результатам защиты диссертации на тему «Формирование ценностей нематериальных благ информационной экономики» шифру специальности 08001. Сегодня в заседании присутствует в основном наук по специальности экономическая теория. Диссертационный совет в своевременном 23 декабря 2021 года известил о проведении заседаний заявителей заявок на Андрея Викторовича Ростовцева Андрея Тикановича Дорбицкого Ивана Федоровича, лицо в отношении которого подано заявление о решении Лебедева Дмитрия Владимировича, а также научного руководителя Федора Рогов Юрия Вячеславовна, официального обвинения Манухина Надежды Васильевны и руководителя ведущей организации Краснянского Михаила Николаевича, копии приглашений имеются в наличии. На заседании сегодня отсутствует Лебедев Дмитрий Владимирович, в отношении которого подано заявление о решении ученой степени. Согласно пункту 22-2, положение в Совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом номера науки от 10-го от месяца 17-го года, номер 10-93, с изменениями, внесенными приказами номера науки России, номер 458, от 7 июня 21-го года, заседание институционного совета может быть проведено с участием его заседания в удаленном интерактивном режиме, в том числе согласно подпункту 2 лиц, подачу заявлений о решении ученой степени или иных лиц. На основании направленного в адрес председатель Совета Д-906-11 заявления, содержащего проспу о предоставлении доступа в заседании институционного совета Д-906-11 в удаленном интерактивном режиме, согласен обработку персональных данных и материальной достоверной доверенности, сегодня в заседании институционного совета в удаленном интерактивном в решении участвует уполномоченный представитель взявленного Андрея Викторовича Дениса Кирилл Витальевич. Слово для обращения заявления у решения Дмитрия Владимировича ученой степени кандидата экономических наук предоставлять ученым секретарем совета по векам и интеллигации. Уважаемые коллеги, в адрес диссертационного совета 2906-11 поступило письмо из Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в котором обещается поступление заявления Заятина Андрея Викторовича Ростовского Андрея Африкана Человецкого Ивана Викторовича о решении Легидова Дмитрия Владимировича ученой степени кандидата экономических наук. Согласно заявлению решением диссертационного совета Д-2012-241-02 при Саратовском государственном социально-экономическом университете от 9 июня 2011 года по результатам защиты диссертации на тему формирования ценностей нематериальных благ информационной экономики шефа специальности 08-00-01 была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом университете. Научный руководитель Федорова Юлия Вячеславовна, официальные оппоненты Манультина Надежда Васильевна, Семеновича Елена Геннадьевна, ведущая организация Тамбовский государственный технический университет. Обратите внимание на слайд-презентации для указанных таблицах. Можно второй слайд? Изучение диссертации соискателя и сравнение с указанными в таблице одним источником проводилось по тексту диссертации, находящимся в Российской государственной библиотеке и доступному для ознакомления в соответствии с правилами пользования услугами библиотеки. Сравнение текста осуществлялось заявителями лично, без применения каких-либо средств, автоматизированной проверки текстовых документов на наличие и отсутствие заимствований, например, антиплагиал. В тексте диссертации можно обнаружить заимствования, выполненные с нарушением порядка использования заимствованного материала пункта 14. Положение присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 2013 года, номер 842. О порядке присуждения ученых степеней. Далее положение от ученых степеней. Такое же требование содержалось в положении порядка присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, от 2002 года, номер 74, утверждение единого реестра ученых степеней и ученых званий к положению порядка присуждения ученых степеней, в том числе редакции, действующих в период защиты диссертации соискателя. У меня все, спасибо. Спасибо, Елена Геннадьевна. Удать ли вопросы к ученому секретарю? Нет. Вопросов нет, спасибо. Уважаемые члены диссертационного совета, переходим к обсуждению. Кто желает выступить? Слово предоставляется председателю комиссии Апатра Натальи Владимировне, доктор экономических наук, профессору, член советом специальности на 8, номер 1, экономической тюрьмы. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, я оглашу заключение комиссии по рассмотрению заявления о лишении Ребедева Дмитрия Владимировича ученой степени кандидата экономических наук. Комиссия из числа членов диссертационного совета Д900-006-11 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении и высшего образования Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Вернадского в составе председателя комиссии Апатра Натальи Владимировны, доктора экономических наук, профессора, специальность 08-001 экономической науки, члена комиссии Кирилчук Светланы Петровны, доктора экономических наук, профессора, по специальности 08-001 экономические науки, члена комиссии Чередниченко Лариса Геннадьевна, доктора экономических наук, профессора, по специальности 08-001 экономические науки. На основании решения диссертационного совета Д900-006-11 от 14.12.2021 года протокол номер 71 изучила материалы, поступившие в Совет по поручению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.11.2021 года. МН 3.9310 для рассмотрения заявления Заякина, Росковцева и Бабицкого о лишении Лебедева Дмитрия Владимировича ученой степени кандидата экономических наук. И сообщает следующее. Сопоставление текста диссертации Лебедева Дмитрия Владимировича с текстом монографии Красильникова Олега Юрьевича и Красильникова Елены Вадимовны, теоретические основы интернет-экономики, издание «Саратов. Научная книга. 2007-2011 страниц». Постраничный анализ и проверка ссылок на использованные источники и цитаты показали следующее. Первое. Имеется совпадение текста, но приводятся ссылки на первоисточники на страницах 27 диссертации, ссылки 16, 10, 79. На странице 28 ссылка 26. На странице 30 ссылки 22 и 24. На странице 31 ссылки 25 и 26. На странице 50 ссылка 44. На странице 57 ссылки 49 и 50. На странице 59 ссылка 51. На странице 67 ссылка 54. На странице 68 ссылка 5. На странице 69 ссылка 57. На странице 70 ссылка 58 и 59. На странице 72 при определении информации дается ссылка на том 3 капитала, как Карла Маркса. Но в этом томе такое слово не встречается. Я вот лично проверила методом поиска. На странице 73 ссылка 82-63. На странице 74 ссылки 64-65-66-67-68. На страницах 75-76 ссылка 69. На странице 77 ссылка 71. На странице 79 ссылка 72. На странице 80 ссылка 73. На странице 81 ссылка 74 ссылки 74-75-76. На странице 94-95 ссылка 79. На странице 99 ссылка 86. То есть на монографию Красиво Николаева Юрьевича, но другую. Вот 2002 года. Ссылки же в диссертации на монографию Красиво Николаева и Красиво Николаевы от 2007 года отсутствуют. Второе. Имеется совпадение текстовых фрагментов с монографией Красиво Николаевы и Красиво Николаевы от 2007 года. На странице 27 17 строк со ссылками, включая вот те приведенные ссылки. На странице 28 17 строк. На странице 29 вся страница 28 строк. На странице 30 вся страница 21 строка. На странице 31 18 строк. На странице 32 11 строк. На странице 49 имеется цитата со ссылкой, поэтому эту страницу не рассматривали, как страница, которая заинствована полностью авторским языком. На странице 50 23 строки, на странице 51 10 строк, на странице 53 7 строк, на странице 54 вся страница 29 строк, на странице 55 26 строк, на странице 56 5 строк и цитата со ссылкой. На странице 57, 7 строк и цитата со ссылкой. На странице 59, 21 строка. На странице 60, 11 строк. На странице 60, 17 строк. На странице 62, 7 строк. На странице 63, 18 строк. На странице 65, 3 строки. На странице 66, 16 строк. На странице 67 15 строк и цитата со ссылкой. На 68 странице 14 строк и цитата со ссылкой. На странице 69 вся 27 строк. На странице 70 12 строк. На странице 71 4 строки. На странице 72 12 строк. На странице 73 11 строк и цитата со ссылкой. На странице 74 10 строк и цитата со ссылкой. На странице 75-6 строк с цитата со ссылкой, на странице 76-26 строк, страница 77-28 строк, страница 78-28 строк, страница 79-18 строк и цитата со ссылкой, Страница 80-21 строка, страница 81-7 строк, страница 94-8 строк, дата со ссылкой, страница 95-2 строки, страница 99-25 строк, страница 114 строки. Ну, это вот я просто добавлю сейчас то, что нет в тексте, что это все страницы, которые входили в приложение к заявлению, поступившему на лишение лебедевого ученой статьи. В некоторых случаях было произведено замены словосочетаний, например, интернет-экономика в монографии была заменена информационной экономикой на странице 50, или интернет-продукт монографии заменен на информационный продукт диссертации, страница 31, интернет-экономических отношений заменен на информационные экономические отношения, страница 50, а также имеются незначительные перефразирования. Таким образом, из разных страниц монографии Красильникова 2007 года в диссертации Лебедева ДВ выявлено заимствование 609 строк, что в пересчете на странице со средним числом 28 составляет 21,75 страниц. Можно округлить до 22 страниц. Количество страниц текста в диссертации Лебедева составляет 164. Это без списка использованных источников. То есть получена оригинальность 86,6%. И заимствование составляет 13,4%. Вывод. В тексте диссертации Лебедева Дмитрия Владимировича обнаружены заимствования. Но на наш взгляд их процент незначительен. Они не влияют на выявленную научную новизну и основные положения диссертационного исследования, связанные с формированием ценностей нематериальных благ в информационной экономике. Принимая во внимание вышеизложенное, комиссия рекомендует диссертационному совету Д-900-006-11 отказать заявителю Заякину Андрею Викторовичу, Ростовцеву Андрею Африкановичу, Бабинскому Ивану Федоровичу, Вершении Лебедева Дмитрия Владимировича, ученой степени, кандидата экономических наук. Члены представителей комиссии Африканова, члены комиссии Кирилл Чуд Светлана Анатольевна и Черезвиченко Лариса Дмитрия. Спасибо за внимание. Ваша Анатолия Владимировна, спасибо большое за проведенное огромное... Вопрос у наблюдателя. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Вы сказали, что 13% незначительно, а 13,05% это значительно или 14% при 20%? Это значительно. Где край, которая значительная, а которая нет? И по каким-то максимумам она идет? Значит, в нашем... Я объясню. По положению нашего университета и разъяснением, которое дал наш проектор, профессор Кубышкин, диссертации, которые поступают на рассмотрение в наш совет, должны иметь оригинальность 85%. Поэтому наше мнение, что 86 и 4 десяток, или там 6 десяток, в общем, то, что мы выявили, это больше, чем 85. Вот критерий, к которому мы придерживались. То есть, если бы было бы решено одну страницу больше, то можно было бы решать? Может быть, не решать, но, по крайней мере, ну, как сказать, понимаете, заимствование... Это... Вот опыт мой показал, поскольку я еще являюсь доктором педагогических наук, одна диссертация, которая была экономических наук у нас тоже на решение, было сказано, что тот, значит, кандидат на решение списал, якобы, ну, скажем, А, списал В. Но внимательное прочтение диссертации, поскольку я хорошо знакома с этой областью применения информационных технологий в образовании, показало, что не А списал В, а В списал УЦ, при том без ссылок. А вот А как раздал ссылки на Ц. Вот такая ситуация. Поэтому я очень ответственно подошла и все это сосчитала, конечно, времени писания достаточно много. И, конечно, есть заимствование, никто это не отрицает, но те 42 страницы, которые указаны в заявлении, на самом деле превратились в абстраку и в соответственный процент. Поэтому такой сделан был. Спасибо. Так, спасибо большое, Наталья. У меня за ваш труд. Да, пожалуйста. Да, у нас сейчас принимают обсуждение, и все, то есть, вы включены заседания. Нет, хотелось бы уточнить просто. Да. Да, пожалуйста. Наталья Владимировна, вы говорили о том, что на целечисленной заявительной странице, да, заимствовании, есть соответствующие ссылки. Да, ссылки. Ну вот, получается, но ссылки не на монографию, которая указывается как... Нет, там цитаты хребетены со ссылками. И ссылки хребетены. Но не на монографию. Не на монографию. А на более ранние даже работы, чем монография. То есть, получается, что они как бы не должны включаться, если есть ссылки на вот это. Ну, я указала, что есть какие-то там строки, но есть и ссылки с цитатами. Но цитата есть цитата. То есть, я технически... То есть, получается, как будто монография была без ссылок на те первоисточники, которые... Нет, монографии тоже есть ссылки. Но просто бывает же, что используются одни источники. То есть, чисто вот формально, поскольку трудно было выбрать какие-то критерии, вот я, например, вот пошла таким путем, и члены комиссии меня поддержали, что я просто вот так сосчитала эти заимствованные строки по всей работе. Понимаете? Ну, новизны, вот я еще скажу, что я посмотрела те статьи, которые были изданы и указаны в автореферате. Я их внимательно прочла тоже. Там нет заимствований, и они отражают новизну, отраженную в автореферате, которая указана. Там эта новизна присутствует. Там есть некоторые специфические термины такие, которые, ну, может быть, не совсем для нас привычные. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Спасибо большое, Антарья Владимировна. Спасибо. Коллеги, кто еще желает выступить? Пожалуйста, член комиссии, доктор экономических наук, профессор Кирилевич Иксулана Петровна, член Совета по специальности на ипосте меморгом. Один экономический сбор. Уважаемые коллеги, я была вами избрана в состав данной комиссии. Комиссия работала параллельно, занимаясь рассмотрением заявления. И хочу подтвердить, что та информация, которую дала председатель комиссии, профессора Афатова Наталья Владимировна, является абсолютно достоверной и идентичной у всех трех членов комиссии. Значит, часть материала, которая подвергалась сравнению там, где работала я, она показала то, что уже сказала Наталья Владимировна, что заимствование присутствовало, что полностью все те фрагменты и те цитаты, которые были в монографии приведены заявителями и представлены как приложение заявлению, они все имели место в диссертации Лебедева. Ну, комиссия в конце, когда уже был получен итоговый результат, всеми тремя членами комиссии, и мнение это обобщено, в силу выводов полученных, о которых сказала Наталья Владимировна, единогласно пришла к данному мнению. Спасибо большое за это. Спасибо. 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 Дарья Владимировна. Спасибо. 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 Спасибо.